В Верхней Пышме на базе тамошнего механико-технологического техникума «Юность» прошли все областные испытания на право ношения звания «Мастер-кадет» и «Берета» голубого, черного или василькового цвета в зависимости от направления кадетского обучения. В этом году испытания «Мастер-кадет» прошли 18-й раз. Участвуют в таких изнурительных истязаниях дети. Да, крепкие, да, мужественные, но еще все-таки дети. Воспитанники кадетских и казачьих школ и кадетских классов со всего опорного региона страны. Берет и звание «Мастер-кадет» получает тот, кто прошел все оба-два этапа испытания. Программа, в общем-то, незамысловатая, сильно напоминающая экзамен во взрослых спецподразделениях на получение крапового или черного беретов. Первый этап – физическая подготовка, а именно подтягивание. Кто дотянулся подбородком до турника меньше 14 раз, тот сразу же отсеялся. Второй этап – это, разумеется, марш-бросок куда без него. Дистанция 12,5 километров с четырьмя промежуточными точками. Ну, почти как пассьют в биатлоне, только без лыж. Первая засада из четырех в двух с половиной километрах от старта. Там надо из винтовки, стоя с десяти метров, выбить три мишени из трех. На пяти километрах – вторая точка, где надо собрать, разобрать автомат Калашникова и нафаршировать магазин патронами. Третья точка на семи с половиной километрах – это метание гранаты, лежа на пятнадцать метров, значит, в окоп врага. Ну и последнее, четвертое промежуточное испытание, когда сил уже вообще нет на десятом километре. Там, конечно, силовые упражнения – отжимания, пресс, упор, сидя, лежа и прыжки с аплодисментами над головой. И вот, когда двенадцать с половиной километров марш-броска завершены, традиционно начинается самое мясо – рукопашный бой. Два поединка по полторы минуты с разными оппонентами. Задача – не только выстоять, но и вести активный поединок, не халявить, ибо враг не дремлет. Руки прижимай! Руки выше! Иди за ногами его! Стоп! Стой, стой, стой! Давай, Влад, молодец, держи, держи, держи! Руки прижимай тебе! Можешь! Руки прижимай, молодец! Слези за ногами! Слези за его ногами! В этом году на звание мастер-кадет заявилось 42 воспитанника из кадетских школ и классов Екатеринбурга, Перми, Верхней Пышмы, Каменско-Уральского, Качканара, Серова, Сесерти и Богдановича. По оконцовке из 42 пацанов мастер-кадетами стали 27. Четверо из них получили черные береты, соответствующие морскому направлению. Ну, этакие потенциальные морские пехотинцы. Четверо получили васильковые береты. Это казачьи направления. Ну и 19 крепких пацанов получили голубые береты, заявленные как иные направления. Но все же понимают, что голубые береты это прежде всего десантура. И очень символично, что береты, шевроны, нашивки и нагрудные знаки мастер-кадет пацанам, прошедшим областное испытание, вручал ветеран Афгана, командир отдельной роты спецназа ВДВ, инструктор парашютно-десантной подготовки, имеющий за плечами 578 прыжков с парашютом, подполковник Александр Дрямов. Никто не знает, будет ли Третья мировая война и пригодятся ли в ней навыки рукопашного боя. Или там все решат ракеты. Но факт, что кадетская и казачья подготовка точно пригодится пацанам в текущей мирной жизни.